Поздравляю вас с педагогическим дебютом. Спасибо. Да, да, да. Ну а что такое? Пора? Нет, нет, вы не спешите, молодой человек. Это только предупредительный звонок. У нас почти как в театре. Теперь, когда ты знаешь, кто такие чиновники, научился их находить, расставлять рейтинги, видеоорганизации и что такое случая, тебя отделяют лишь пару уроков до того, как стать настоящим редактором портала «Чиновники.Инфо». Портал никогда бы не собрал данные о более чем 86 тысячах чиновников, если бы не редакторы нашего дома. С твоей помощью мы можем охватить всю Беларусь. Кроме того, власть постоянно меняется местами. Потеряв назначение в одном месте, порой даже переезжает в другой город и получает там новую должность. Отследить это возможно, если нас будет еще больше. Случается, что утомительная переписка от одной станции к другой приводит человека к победе. Мы хотели бы поделиться этим опытом со всеми, у кого есть похожая проблема. Чтобы человек, которому сложно решить свою проблему, своими силами мог просто взять и использовать этот опыт. И ты можешь стать частью этого. До или после регистрации на сайте. Напиши нам письмо с темой «Хочу стать редактором «Чиновники.Инфо» по адресу info.chinovniki.info или info.nashdom.info В описании к этому видео ты найдешь оба этих электронных адреса. Выбери любой из них. После того, как ты напишешь нам, и мы встретимся с тобой, ты получишь функции редактирования и добавления чиновников. Я покажу тебе, как зарегистрироваться, добавлять нового чиновника и его должность. Если будет нужно, вернись к этому уроку еще раз, чтобы шаг за шагом увидеть на примере, как это делается. Зарегистрироваться на сайте можно хоть прямо сейчас. Нажми в левом верхнем углу на слово «Войти на сайт», как показано на экране. Так как у тебя еще нет логина и пароля, нужно кликнуть по фразе «Я хочу зарегистрироваться». На странице регистрации нужно придумать и ввести имя, которым ты будешь представлен на сайте, и пароль. Если имя, которое ты выбрал, будет кем-то занято, то сайт сообщит об этом. И тебе нужно придумать и ввести другое имя и пароль. Если пароль, который ты придумал и ввел в строку «Пароль» будет отличаться от того, что ты вписал в строку «Повтор пароля», сайт также сообщит об этом. Это нужно для того, чтобы удостовериться, что ты в точности запомнил пароль. Если пароль слишком слабый или короткий, сайт снова сообщит об этом. Тебе нужно придумать другой пароль. Он должен быть достаточно сильным, чтобы его не подобрал злоумышленник, включая в себя большие и маленькие латинские буквы, цифры и специальные символы. Но при этом ты также должен иметь возможность вспомнить его. Если регистрация удалась, ты автоматически войдешь в свою учетную запись. В левом верхнем углу вместо слова «Войти на сайт» появится слово «Выйти». А рядом с ним будет указано твое имя, которое ты выбрал при регистрации. Не записывай пароль на бумаге и по возможности откажись от сохранения в браузере. Ведь все это упрощает вход на сайт не только тебе, но и всем, кто будет иметь доступ к твоему устройству. После успешной регистрации функции редактора все еще будут отключены. Мы включим их после того, как познакомимся с тобой. А если это уже произошло, самое время добавить нашего первого чиновника в базу. Перед добавлением нового чиновника перейди на главную страницу сайта. В адресной строке браузера должна стоять «Чиновники.инфо» без всяких добавлений сзади. Убедись, что ты находишься в своей учетной записи. Проверить это можно, как ты помнишь, по наличию твоего имени и кнопки «Выйти» вверху страницы. Допиши следом после адреса «Чиновники.инфо» два слова «Official» и «Create», разделенные знаком «слэш». У тебя должно получиться «Чиновники.инфо» слэш «Official» слэш «Create». Если ты не очень хорошо понимаешь, как это пишется, просто нажми на паузу в этом видео и перепиши адрес, который должен получиться. А в описании к этому видео ты всегда найдешь эту ссылку на случай, если у тебя что-то не получится. Также советую сохранить эту страницу в закладке браузера, чтобы не набирать адрес каждый раз. В окне добавления нового чиновника все интуитивно понятно. Имя, фамилия и отчество вписываются в свои строки. Единственная особенность, которую стоит учитывать – буква «Йо». Вместо нее мы всегда используем букву «Е». Когда ты вписал имя, фамилию и отчество, сайт может сказать, что такой человек уже есть в базе данных. Это мера подстраховки, чтобы редактор не внес случайно дубликат. Но проверить, дублируется ли чиновник или это только полная тезка, необходимо, нажав правой кнопкой мыши по ссылке на этого чиновника и выбрав команду «Открыть» в новом окне. В новом окне проверим место работы чиновника. Если это и вправду дубликат, впиши имя, фамилию и отчество следующего чиновника, которого ты хотел внести. Если сайт выдает предупреждение о том, что мы пытаемся создать дубликат, а это не так, и мы проверили это, перейдя к профилю чиновника, который уже есть в базе, то игнорируем предупреждение и продолжаем вносить данные о нем. Впишем дату рождения чиновника и укажем пол. Заметь, что зоны о том, где работает чиновник, еще нету, потому что чиновник еще не создан. После того, как мы нажали кнопку «Сохранить», появилась зона должности. А в названии страницы ты видишь уже не слово «Новый чиновник», а фамилию, имя, отчество, добавленного чиновника со словом «Правка». Это означает, что чиновник создался, и нам осталось внести место его работы. Мы всегда можем посмотреть, как выглядит его профиль на данный момент. Для этого нажмем правой кнопкой мыши по слову «Вернуться» внизу страницы. Как видим, у нашего чиновника не отобразились коллеги. Это связано именно с тем, что место работы сайту пока неизвестно, и ты должен его внести в зоне должности. Добавляем должность, нажав на кнопку с плюсиком. В названии организации впишем название или фрагмент названия, чтобы из выпадающего меню выбрать уже существующую организацию, в таком виде, как оно было внесено в базу. В поле должность мы также для экономии времени можем ввести лишь фрагменты его должности, а из выпадающего меню выбрать то, что нам нужно. Если рабочего телефона мы не знаем, то можем пропустить это поле. Нажимаем кнопку «Открыть позицию». В зоне должности теперь есть запись о месте работы чиновника. Нажав левой кнопкой мыши по слову «Вернуться» внизу страницы, можно проверить, как его профиль выглядит на сайте теперь. Обратив внимание на то, что после добавления должности у чиновника появилось место работы в его профиле. А если кликнуть с правой кнопкой мыши по названию организации и перейти к зоне телефонный справочник организации, мы увидим нашего чиновника в списке всех чиновников, которые здесь работают. В профиле чиновника ты видишь, что теперь у него появились коллеги. И если все данные, которые мы внесли, верны, кликаем по слову «Установить актуальность данных сегодняшним числом» и соглашаемся с тем, что все данные точны. Для внесения нового чиновника тебе необходимо открыть новую страницу с адресом чиновники.info.info.official.create Поставь лайк, если тебе понравился урок, но в следующем уроке я расскажу, как редактировать существующего чиновника, если он поменял место работы или фамилию. Колокольчик возле кнопки «Подписаться» гарантирует мгновенное получение письма обо всех новых выпусках. А вот рождение этих выпусков гарантирует твоя подписка на наш канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!